Нажимаешь на спусковой крючок и иногда бывает пусточек. Щелчок такой металлический. Я думаю вот отсюда. Здесь сотка. Вот смотрите, ребята. Первый выстрел. Видите? М4. Враг тебя убил. Неприятная ситуация, знаешь, в бою, когда вот такое происходит. С Калашом такого никогда не было. Нет, это невозможно. Видите? Видите? Видите, мы видим там, парцентно. Видите? Видите? Видите, видит? Видите? я могу свои впечатления сказать по поводу вот стрельбы из м-ки очень мягко очень точно довольно точно прицел диопатрический не очень конечно привычно не очень привычно стрелять с него вот поддача очень такая плавная мягкая предсказуемая вообще можно очень мне кажется стрелять и контролировать короткими очередями можно контролить да вот это очень я заметил этот момент давайте сейчас вася будет стрелять потом поделиться своими впечатлениями давай попробуй зарядить приготовиться разрушительная ранчо перевод зёбра звуки не слышно интересные на камеру попадания они четче слышны а попадание не бахнет так вася стрельбу окончил твои впечатления вася по стрельбе из м4 в отличие от калаша калаш держать удобней для меня по крайней мере очень удобно держать целиться удобно вот оружие вроде как метка но нужно к нему что пойдем оружие метка да метка нужно привыкнуть как стрелять ну целиться держать не очень удобно может быть ты просто ну вот этот не отрегулировал приклад может из-за этого было неудобно не очень но в принципе нормально вообще ощущение по отдаче в отличие от калаша отдачи вообще практически никакой очень мягко работает очень мягко работает как бы я уже как бы готов немного был напряжен для того чтобы иначе но её и нет нету особо а вот вам осечка так это что было как так я не знаю не дошло да просто первый сел и все не дошло не дошло а он не откатился до конца да да не срегул Вася ну что бы взял бы тебе бы вот М лежала бы и калаша и вот надо-то понимаешь все 30-90% попали как будто мы молодой где-то рука ниже пошла так трясется 35 точно попали как будто у молодого когда рука ниже идет трясется ну зато сколько эмоций да тут какая еще особенность если обратить внимание вы пишите все он гильзы все сбрасывает практически в одну точку это я заметил в калашниках это где-то вот так метра на 4 он будет то есть ты можешь практически все гильзы которые отстаивают сейчас вот здесь то есть они все вот кучи он знаешь у нее что вот что нравится да сейчас мы не будем совсем это все-таки это серьезное оружие один из моментов когда ты стреляешь да у тебя заканчиваются патроны и он становится на задержке ты сбросил магазин поставил новый да уже с полным сейчас он так не сработает но ты просто нажимаешь кнопку и ты вот лишнего движения у тебя нет то есть ты фактически все работаешь одной рукой пальчики везде достаю да там зарядил то есть чисто в плане эргономики конечно он значительно более эргономичный его удобнее перезарять есть некоторые особенности да но на самом деле при всей нашей критике да во первых я думаю на чем основа у нас один вот вот рассказывает на чем основа во первых на любви и глубокому уважению к автомату калашникова да на том что у калашникова не встречаются вообще таких проблем да которые возникают у эмок но с точки зрения эргономики точности кучности стрельбы удобства обращения да конечно здесь эмки они здесь на самом деле ну вопрос выбора и то к чему ты привык мы всегда наверно нам удобнее обращаться с вообще иметь дело с тем к чему мы привыкли больше и любое новое незнакомое оно нас как там ну смущаемся поэтому некоторые ошибки которые у нас есть у опытного бойца наверно они не возникли бы но здесь тоже нужно все таки говорить что это все таки не такой отстой как принято считать это очень серьезное оружие грозное оружие не зря его все таки используют на сильнейшей армии мира кстати говоря есть особенности которые которые мы не привыкли наверное не хотим привыкать потому что нам нравится то что у нас есть да поэтому здесь все таким вот образом проблема просто вот мы стреляли сейчас уже где-то сколько там четыре магазина четыре 120 патронов и четыре проблемы с подачей да одно утыкание и два или три недосыла вот это вот 120 патронов четыре каждый короче если разделить то каждый магазин имеет один ну вот например последние два последние два возможно возможно тут вина наша причем потому что у него есть как раз таки вот эта вот особенность когда ты ставишь магазин и нужно вот его поставить таким в калаш никогда это не стрижать да щелчок если он есть значит все какой бы там у него зазор ход не было если он там стоит значит он будет стрелять здесь есть такая особенность возможно мы просто не привыкли к этому и соответственно вот из-за этого то есть две два вот этих затыка которые у нас были я бы их скинул может быть на то что мы не совсем привыкли к тому с какой силой там ударить потому что в калашникове нету таких вот почему бить не надо он рассчитан как раз для таких людей чтоб они не делали никаких лишних лишних все засунул зафиксировал взвел стрельнул ба будешь надеяться ну и соответственно там пружина по мощнее ну видишь 4 сантиметров на 30 не растягивается да стрельба очередь посмотри видишь даже у настоящего бодик щелью вот здесь ну да это же вот она состоит из двух частей видишь даже люфт есть вот она шевелится вся видишь как дебойсерская эмка все как бы части они находятся ну то есть вот верхние то есть они наверху да они наверху находятся то есть то что оно уходит не особо-то влияет это upper называется да это lower ну например крышка ствольной коробки на калашнике гуляет так что там с подствольника стреляешь и улетает да мощно да да производство бушмастер да бушмастер и кольт вот кольт доводилось ли держать кольт не было такого просто но из того что я слышал да ну по крайней мере или то что попадалось в основном это был бушмастер нет не поставишь кстати да он на предохранитель без магазина не ставится без магазина с патронами все все интересно так да все интересно плюс еще какие по отношению к калашу то что да действительно крышка она не гуляет есть возможность поставить сразу коллиматорный прицел то есть откручиваешь ручку и ставишь любой коллиматор ну тут планка пикатинии уже по умолчанию да как ты думаешь Денис вот по поводу целесообразности принятия на вооружение вот винтовок исходя из вашей практики винтовок м4 вот поменять на допустим калашниковый если ну допустим в абхазии да вот есть целесообразная такая как думаете плюсы и минусы да я думаю что нет здесь есть несколько несколько причин ну во первых потому что ну Россия для нас дружное государство то государство которое производит оружие да то которое у нас стоит на вооружении во первых это очень дорого это один момент ну второй момент да я там никогда не попадал не являясь участником бейверх действий да ну вот здесь на примере клуба да на примере клуба да фактически вот эмки наши они содержатся ну практически в идеальных условиях чистим приводим в порядок и так далее но иногда даже если там чуть-чуть какая-то гильза немного проржавевшая может произойти какой-то затык вот и вот как потом с ней быть в ней внутри мелкие части разбираются на неудобных в отличии от автоматов ну от калашникова да ты там на белую простынку не бросишь у тебя там в каких-то полевых условиях нет такой возможности то есть соответственно ты на землю бросаешь части ну куда их девать да то есть какие-то мелкие части могут попасть а здесь ну вот как я вижу да подгонка деталей такая понимая что любая там мелкая пыль она может привести к задержке а в боевых условиях ну мне кажется это смерти подобно это большая проблема вот если ее ну вот как люди там охотятся да вот охотники вот для охоты отлично потому что она очень меткая кучная да вот это вот но если у тебя нет возможности ее обслуживать именно качественно обслуживать в свое время мне кажется нет в этом смысла она такая ну и потом ты смотришь на нее как игрушка еще со времен Вьетнама да это когда приехали они место М-14 М-16 люди солдаты не воспринимали ее как оружие ну ее да во-первых М-14 она значительно тяжелее такая пушка прям в руках была вот и второе они же как бы в Вьетнаме позиционировали что это то оружие которое не нужно чистить окисление какое-то нагар там и так далее и вот эти вот все проблемы ну и обслуживание да если АК можно почистить там обычной отработкой да какой-то там шнурок несколько узелков завязал потом масло протащил через стол идеально чистый здесь нужно использовать дорогое масло там какое-то у них такое вот очень очень особенное по крайней мере такое предполагать поэтому нет скорее всего нет вот как экзотика да и здесь у нас в клубе тоже это такое вот экзотики я думаю я думаю все-таки просто это оружие вот м4 м7 да м16 оно больше подходит для каких-то краткосрочных специальных операций то есть вертолета высадился пострелял с коллиматором там индейцев быстро метко быстро метко все качественно четко и положил ее в вертолет прилетел сам пошел кофе попил сервисмены все почистили все там под гарантию сдали тебе да и вот именно она мне кажется создавалась именно вот с такой целью винтовка именно у нее стратегия американская была такая покорять видимо вот африканцев там стрелять и все такое а именно наша советская да стратегия тех времен она не подразумевала колонизировать да там какие-то там страны и больше было на оборону рассчитано на вооружение и на оборону своих площадей да которые мы в то время нанимали соответственно доктрина была какая снабдить оружием надежным для обычного крестьянина для обычного человека чтобы он мог просто взять даже не зная как с него стрелять просто мне кажется даже любой папуаз какой-нибудь который даже никогда не видел калаш он примерно что-то поймет и сможет стрельнуть и сможет стрельнуть примерно туда куда надо вот именно он очень простой надежный здесь же еще можно простой пример привести Эмки выпускают всего два завода и они находятся в США бушмастер и кольт да бушмастер и кольт да а калашников вариации калашников румынский венгерский китайский польский советский соответственно да кто его только не выпускает его даже выпускают насчет Венесуова не знаю но даже на базе калашников какие-то там образцы выпускают в Америку о чем о чем это говорит о том что просто наладить производство да есть же даже такая легенда ну скорее всего легенда о том что все советские сигареты были калибра 7.62 да да